Доброго времени суток всем, кто слушает и смотрит нас в это самое мгновение. Это «Открытая студия», совместный проект «Радио Рекорд» и телеканал «Арктик ТВ». Я ее ведущий Николай Духмас. Сегодня о верховой езде за понятным кругом мы пообщаемся с владельцем лошадей Ксении Дрожжиной. Здравствуйте. Здравствуйте. Рад вас приветствовать у нас в гостях. Прежде чем мы приступим с вами к беседе, как я вам уже говорил за эфиром, надо ненадолго отвлечься для того, чтобы обозначить два важных момента. Во-первых, напомнить всем, кто слушает и смотрит нас сейчас, что «Открытая студия» выходит в прямом эфире. А это значит, что у каждого есть возможность подключиться к нашей беседе, либо дозвонившись по номеру телефона 99 45 45, либо отправив сообщение на один из наших интернет-мессенджеров. Телеграммы «Вайбер» привязаны к номеру плюс 7 921 708 20 06. Второй момент, на который нам необходимо отвлечься, это традиционный дайджест новостей. Ксения, тоже можете с любопытством внемлить происходящему о самых интересных и важных событиях в городе и области прямо сейчас. Итак, сразу сказал, что о событиях в городе и тут переключаемся на столицу, но объясню к чему. Новость номер один. В Москве 4 и 5 декабря прошли международные соревнования по танцевальному спорту «Московия-2021». Среди победителей – мурманские танцоры. В пресс-службе Мурманской Лапландии сообщили, что обучающиеся танцевально-спортивного клуба «Центра» Антон Никольский и Ольга Остапчук заняли первое место в европейской программе в категории «Юниоры 2D-класс». В этой квалификационной группе состязались более 60 пар из 15 регионов России. Радиорекорд в Мурманск поздравляет земляков и желает им дальнейших успехов. Следующая новость. Для нового сквера зоны для отдыха на улице Шмидта в Мурманске изготовили одноместные скамьи в форме своеобразной ракушки, которые будут защищать жителей и гостей города от осадков и ветра. Студия проектирования Санкт-Петербурга «Design Unit 4» в своем аккаунте Instagram показала готовые изделия, отметив, что сиденье имеет подогрев и подсветку. Отмечает, что скамейка будет вращаться вокруг своей оси на 360 градусов для выполнения своей функции. Также представители студии сообщили, что готовые изделия уже едут в Мурманск. И последняя новость. В 2022 году в Мурманске модернизируют филиал номер 17 детской городской библиотеки на улице Скальной в рамках национального проекта «Культура». Это учреждение стало четвертым в сети городских библиотек, получивших федеральное финансирование на реконструкцию. Здесь будет создано яркое неформальное пространство для живого общения и самореализации посетителей, а также возможность посещения живой комнаты, созданной с помощью современных технологий 3D-видеомэппинга. С новостями, технологическими новинками и танцевальными успехами мы покончили. Готовы приступить наконец-то к нашей с вами беседе. Вообще верховой спорт для нашего региона, насколько это он характерен? Ну вот знаете, как есть страны и города, может быть регионы, которые легко с чем-то отождествить. Например, горную местность с тем, что очень хорошо развиты скалолазания и другие виды развлечений, связанные с горной местностью. Или в особо лесистых и более южных сезонах развит кемпинг и различного рода путешествия. Вот верховая езда для нас является таким золотым стандартом? Нет, золотым стандартом, конечно, не является. Это больше построено на любителях лошадей, которые своими силами по большей части развивают именно это направление. У вас конкретно с чего началось это увлечение? Вспоминая детство, всегда нравились эти животные, но никогда не планировала, так что буду как-то заниматься. Не было представления, что этому обучают. Наверное, такое сильное увлечение началось после мультика «Спирит». А, как? Диснеевский мультик, я не ошибаюсь. Да, да, да. До сих пор с удовольствием его люблю пересмотреть. И дальше уже случайно узнала, что в нашем городе есть возможность обучаться верховой езде. Естественно, сразу же попробовала и, естественно, осталась. И, в общем-то, переросла уже всю жизнь хобби. А как получилось? У вас все было как в мультике. Вы сначала не ладили с конем, потом вы поняли, что вы одно целое, ваши души едины. А потом еще получилось пойти против системы и доказать, что ваш народ непобедим. Ну, не сразу, но многое из того, что вы сказали, наверное, можно переключить на мою жизнь. В любом случае, да, когда начинаешь заниматься верховой ездой, не сразу, далеко не сразу все получается. И приходится не только учиться правильно все делать, но и договариваться с лошадью, в общем-то, как в мультике. А сколько лет примерно вы или уже, может быть, точную цифру можете сказать вашему увлечению? Ну, однозначно больше десяти лет уже. Больше десяти лет. У нас много лошадей в городе? Сейчас сложно сказать, потому что очень много продают лошадей, закрывают конюшни. Ну, где-то, если взять еще регионы, наверное, около пятидесяти голов будет. Ну, на мой взгляд, это немного. Немного. А вы говорите, что многие закрывают конюшни, продают? Из-за того, что мы живем на севере, здесь довольно-таки сложно содержать этих великолепных животных, поэтому многие конюшни закрываются. Именно из-за сложности содержания. Ну, видимо, имеется в виду температурные условия и, может быть, доставка корма. О каких проблемах идет речь? Больше именно доставка кормов, опять-таки, строительство, да, в плане, что для лошадей периодически нужно все обновлять. Такие животные, которые любят порезвиться что-нибудь, выбить, сломать и... Хулиганы вошли. Хулиганы, да. Поэтому конюшни, как правило, требуют больших вложений. Естественно, да, это закупка кормов, которая везется с других регионов, не ближайших, поэтому... Поэтому это непросто. Это непросто, да. Увлечение, которое... Точнее, занятие, которое началось как увлечение с западной мультипликацией, сейчас это ваше хобби или ваша работа? Это хобби, которое уже переросло в работу. Ну, вот смотрите, на примере любого оригинального музыканта, вот когда он говорит, что хобби переросло в работу, это значит, что он наконец-то ушел из офиса, повесил галстук на гвоздь, и теперь он зарабатывает исключительно музыкой. Или вам приходится совмещать одно с другим? Ну, не очень поняла, если честно, но... Я имею в виду, вы полностью переключились на свое любимое увлечение, или это уже можно назвать вашим основным видом деятельности? Думаю, что да, уже можно назвать основным видом деятельности, хотя иногда я пытаюсь что-то еще добавить в свою жизнь. Думаю, что со временем смогу на что-то еще переключиться, чтобы не заниматься только одним. Мы представили вас как владелец лошадей, и, честно говоря, когда мне прислали вообще список вопросов ознакомиться с гостем, я такой подумал, что это безумно интересно. Не человек увлеченный или человек, который этим занимается. То есть у вас, объясните, вы покупаете лошадей, у вас своя конюшня, как это вообще? Это очень долгая, на самом деле, история. Ой, знаете, у нас еще полно времени. У меня сейчас на данный момент 5 лошадей и 1 пони. И 3 лошадей я покупала, а 2... Выиграли в карты? Ну, нет, не выиграл в карты. Мы их забрали, потому что у владельцев была сложная жизненная ситуация, поэтому, можно сказать, помогли. А пони откуда взялся? Ну, вот это лошадь и пони. Мне так интересно, и поверьте, не только мне одному, вы достаточно... Ну, и для вас это будни, вы так отвечаете, ну да, их столько и столько, а люди вокруг, в смысле, пони, лошади, пони? Вот я не знаю никого из своих знакомых, кто может похвастаться, что у него есть кто-то, кроме кота. Ну, там, может быть, максимум рыбки. У вас 5 лошадей. Где их приобретают? Вы говорите, что очень сложно их содержать. Где вы находитесь, располагаетесь? Как вообще все это происходит? Это безумно интересно, я вам знаю. Ага, ну, смотрите, сначала у меня была одна лошадь. Да, в общем, надо с чего-то начинать. Да, с чего-то начиналось. Потом появилась вторая, можно сказать, что мне ее тоже отдали, потому что владелице было сложно ее содержать, а я эту лошадь знала, и она мне была дорога, поэтому я ее взяла. И уже тогда с двумя лошадьми уже было тяжеловато, но, в общем-то, справлялась. Очень долгое время мы стояли в конюшнях на постой. В прошлом году нам предложили в аренду конюшню, чтобы мы уже самостоятельно вели дела. И здесь уже пришлось взять полностью хозяйство на себя, то есть, если мы раньше просто платили за содержание своих лошадей и не задумывались о том, где взять корма, когда там лошадь пойдет гулять и так далее, то, взяв в аренду конюшню, мы получили огромный опыт вести дело самостоятельно и поняли, что можем взять еще лошадь, так как мы нашли большой интерес у наших учеников, которые к нам приходят заниматься, что им это нужно. И в связи с этим мы приняли решение, что нам нужна еще одна лошадка, поэтому купили третью лошадь и стали более активно развивать и прогулки, и конные туры, и, соответственно, занятия. Простояли мы на арендуемой конюшне примерно год, и еще пришлось принять важное решение в жизни о том, что раз у нас это получается, раз есть интерес у людей, то, наверное, стоит переключиться полностью, да, и иметь уже свою землю, свою конюшню. Поэтому нелегким тоже решением было то, что мы решили приобрести конюшню, и, соответственно, конюшня уже была готовая, построенная, что позволило нам взять еще лошадей для, опять-таки, для наших учеников, чтобы развиваться в этом направлении дальше. И вот сейчас их пять плюс пони. Да, сейчас пять лошадей и пони, и три лошади, которые частные, они стоят у нас на постое. То есть теперь уже у вас получается ориентировать пространство. Теперь поменялось местами. Ну, как говорится, хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Да. Собственно говоря, по такому принципу и пошли. Небольшое отвлечение, просто любопытно, а уход за лошадью и уход за пони, это ведь тоже лошадь, но такой под вид, мы все знаем, какая девочка не мечтала о пони, и я очень рад, что вы сразу сказали о том, что с гордостью, что она у вас есть. А отличается уход за ними? Не отличается абсолютно, только что нужно немножко меньше времени, чем на большую лошадь. Ну, а так пони может по характеру даже быть строптивее большой лошади. Ничего себе. Скажите, пожалуйста, конюшня располагается она в Мурманске или где-то в области? Я просто предполагаю, что нужно ведь очень много свободного пространства, помимо непосредственно загонов, если я правильно говорю. Да, конечно, есть все. Да. Это в Мурманске находится? Нет, не в Мурманске. Поселок выходной, это 15 минут от Мурманска, если ехать с Первомайского района, поэтому... До работы вполне удобно. Да, очень удобно. Вы говорите, мы, много людей у вас в команде? Ну, мы, это я подразумеваю свою, прежде всего, это моя семья, которая меня поддерживает. И, конечно, люди, которые истинные конники, скажем так, вовлеченные в этот процесс уже не первый год, они тоже своей помощью, своей поддержкой помогают двигаться дальше в развитии. Потому что без них, конечно, было бы тяжело, были бы моменты, когда останавливался бы и думал, а кому это надо, а надо ли вообще, это же так тяжело. Конечно. То есть, благодаря семье и вот этим людям понимаешь, что делаешь все правильно и есть стимул двигаться дальше. То есть, это не сотрудники на зарплате, это, получается, семейный бизнес плюс такое волонтерство вовлеченных людей, которое помогает все это укрепить и стимулировать. Да, да. И много у вас еще свободных мест? Вот, вы говорите, что три коня, и сейчас это как раз у вас на посту. Есть возможность еще? Да, конечно, большая. Есть еще возможность как минимум трех-четырех лошадей разместить. Хорошо, есть возможность. А есть ли потребность? Вот, вначале вы сказали, что у нас, ну, очень непросто содержать коней и не сказать, что этот спорт, это направление, вот, в принципе, конное, оно очень хорошо развито. Ну, не характерно для нашего кольского края. Есть ли потребность? Ну, мы пока точно не планируем еще брать больше лошадей, потому что это нужно еще больше времени, а взять на постой кого-то, почему бы нет? То есть, мы готовы. А у меня еще много к вам вопросов, поверьте, мне уже оказывает, что мы приближаемся к рекламной паузе, давайте сделаем следующим образом. Я еще раз напомню нашим радиослушателям о том, как с нами можно связаться. Это можно сделать по номеру телефона 99 45 45, если у вас возникнут свои вопросы или комментарии на сегодняшнюю тематику, или отправить сообщение на один из наших интернет-мессенджеров. Телеграмма Viber привязана к номеру плюс 7 921 708 20 06. Ну, а через полторы минуты примерно мы продолжим нашу с вами беседу, так что не переключайте фэм-волну и свой телеканал. Продолжает говорить и показывать открытая студия, совместный проект Радио Рекорд и телеканал Арктик ТВ. Я и ведущий Николай Дуквус. В гостях у нас сегодня Ксения Дружина, владелец лошадей и с недавних пор уже как год собственной конюшни, если я все правильно понял. Почти год, в июле будет. В июле будет год. Ну, ладно, с юбилеем, значит, вас будем поздравлять значительно позже. А пока что вернемся вот к чему. Я вас так тщательно расспрашивал на тему того, есть ли у вас сотрудники, или вот вы объяснили, это семейный бизнес плюс вовлеченные люди. Потому что я, конечно, в этом сегменте не то что не спец и не профи, я даже рядом не валялся. Но могу предположить, и вы разбедите меня, если я не прав, что содержать коня – это не дешевое удовольствие. Я прав? Да, разумеется. Конечно, это не дешево, особенно, как я уже говорила, в нашем заполярном крае. Ну, а вот не дешево и дорого – это, знаете, как два разных понятия на одних весах. Но это прям дорогое удовольствие? Ну, не надо в цифрах, если не хотите. Нет, я могу объяснить это то, что, опять-таки, да, мы, покупая лошадь, мы не просто и покупили, да, и поставили, это постоянные траты на амуницию, на витамины, так как мы живем все-таки на севере, на необходимые лошадям все время какие-то подкормки, витамины, фрукты. Поэтому все это приходится покупать. Также амуницию, которую лошади иногда сами портят или рвут. Ну, как вы уже объяснили, они хулиганы. Да, 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 да. Поэтому, да, это довольно-таки дорого все для лошади. То есть, это в средней полосе проще, потому что там у них есть поля, они могут, лошади круглосуточно там, да, находиться на выпасе. У нас в основном они питаются сеном, а сено привозится с других регионов. У нас есть знакомые с Тольятти, которые очень удивляются, когда мы говорим о стоимости сены и кормов. То есть, у них это значительно в разы дешевле, чем у нас. Ну, по принципам бизнеса, любые затраты должны окупаться, чтобы бизнес мог продолжать движение. В данном случае, о какой окупаемости мы говорим, за счет чего? Это занятие, участие в конкурсных программах или как? Ну, очень долгое время это была просто работа в ноль. То есть, лошади, то, что заработали, они то и, соответственно, мы потратили на них. С недавнего времени мы, наконец-то, стали выходить в плюс, опять-таки, благодаря занятиям, прогулкам, фотосессиям. То есть, это все позволяет нам не только теперь поддерживать благосостояние лошадей, да, их уход, но и во что-то вкладываться. Опять-таки, конюшни требуют... Модернизацию, совершенствование оборудования в помещении и прочего. А о каком спектре услуг мы говорим вообще? Мы занимаем, проводим обучение по верховой зете, это конные прогулки могут быть. В летнее время мы очень любим конные туры, то есть, мы вообще единственные, кто придумал такое именно в нашем крае. А так, вкратце, что на себя представляет конный тур? Поездка на лошадях в другом, в другой локации. То есть, мы можем выехать в Териберку, можем на Терский берег, очень любим выезжать. То есть, мы берем коневоз, специальный прицеп, куда мы помещаем лошадей и вывозим их в другую локацию. Поэтому это очень интересно людям, которые хотят увидеть достопримечательности необычным способом. Плюс можно, наверное, сделать фотографии или видео, как мы привыкли в старых европейских фильмах, когда можно по пляжу промчать на коне, голуба тоже, чтобы волосы развивались. Да, это здорово. Это необъяснимое чувство, особенно то, что привыкли лошади, это море, где тепло, а здесь лошади на Северном море, на Баренцевом, либо на Белом море. Это все очень необычно, это захватывает. Это тяжело, но это того стоит, чтобы это делать. И вот это сейчас набирает популярность у северян? У северян, да, и приезжие гости из Москвы, Питера тоже интересуются этими турами. Но мы сейчас их стали делать поменьше, потому что у нас больше спрос даже на занятия, прогулки, а конные туры – это довольно-таки сложно в организации, опять-таки же. Но мы от них не отказываемся, мы их все равно хотим проводить, и по мере возможности мы это будем делать в летнее время. Вот, кстати, по поводу туров, прогулок. Вообще многие предполагают, что это исключительно только летом должно происходить. Ну, потому что, да, это же не машина. То есть, когда ты закрыт там со всех сторон, тепло, уютно, и включил обогреватель, едешь. Но я так полагаю, что зимой тоже проходит? Да, конечно. В каждом сезоне есть свои плюсы, поэтому в зимнее время это тоже великолепно, когда ты едешь на лошади по зимнему лесу, как будто оказываешься в какой-то сказке. А если еще вечером возвращаешься, и северное сияние включается, то вообще что-то невероятное. Плюс зимой такие интересные развлечения, такие как сани, даже летом в санях покататься. Только зимой. Это как в классических русских сказках? Конечно, да. Сани, запряженные лошадьми, и помчали по ухабам. Да, в современном мире еще ватрушка. Так что тут есть разные варианты. Скиджоринг, опять-таки, тоже популярное направление. Это когда за лошадью сноубордист или лыжник. Серьезно, даже такое у нас есть? Да, даже такое можем сделать. У нас лошади обученные, спокойные, поэтому они вполне спокойно отнесутся как к саням, так и к человеку, который будет сзади ехать на лошадь. Вы знаете, я себе как представил, вот это по нашим сопкам, лошадь, которая держит трос, и ты сзади на скейтборде. Ваши клиенты должны подписывать документы о том, что они отказываются от любых претензий, в случае чего? Или у вас присутствует в команде, помимо профессиональных инструкторов еще, и люди, которые отвечают за безопасность всех этих туров, развлечений? В любом случае, перед любой услугой, человек проходит инструктаж, ознакомливается с правилами техники безопасности, и он расписывается. То есть, мы всегда четко и строго это соблюдаем, чтобы человек понимал, что все равно лошадь – это животное, и все равно есть определенный риск. Ну, фактор непредсказуемости, а то, чего не будет у автомобиля. Да, ну, как правило, всегда все хорошо, потому что лошади очень опытные, очень давно мы уже с ними занимаемся и ведут себя приемлемо. То есть, они понимают, что такой новичок, что такой ребенок, что такой неопытный всадник, и они выручают. То есть, я называю некоторых своих лошадей как партнеры, потому что они очень многое понимают, очень многое видели, очень многое мы с ними прошли. Так что получается? Настоящий друг человека – все-таки лошадь, а не собака? Они как-то мудрее, еще опытнее становятся, чем наши любимые зверяцы. Ну, на ваш взгляд. Нельзя сравнивать этих животных, потому что очень индивидуально. Бывает лошадь – предание собаки, бывает собака. То есть, тут нельзя сравнить эти два вида. Ну, зато точно можно ответить на вопрос, все ли могут научиться кататься. Я вот о чем подумал. Вы говорите, что прогулки и занятия сейчас становятся даже популярнее, чем туры, поэтому приходится там туры не то, что про них забывать, но как-то откладывать в сторонку. Да, да. И в связи с чем возникает вопрос, а вообще любой человек может научиться кататься на лошади? Да, абсолютно любой, если этому человеку уже от 6 лет, если у него нет противопоказаний по здоровью. А до скольки лет? Неограниченно. 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 Но от 6 лет. И тут уже зависит от желания человека. То есть, если у него все в порядке по здоровью и по возрасту, то уже дальше идет его желание и целеустремленность. Если он готов, что с лошади нужно не просто сел, поехал, а нужно учиться еще договариваться, что немаловажно, тогда я думаю, что у него все получится. А как договариваться с лошадью? Какую-то взятку ей дать перед тем, как на нее сесть? Которые дают взятку в виде сахара, морковки или даже банана. Ну, к этим делам-то мы привычны. Вопрос такого характера. Сколько времени человек должен потратить, ну вот в среднем, для того, чтобы научиться кататься на лошади? Насколько вообще это трудно? Всю жизнь можно учиться ездить на лошадях. Да, потому что, во-первых, опять-таки все завито от лошади. Мы можем научиться... Простите, но тогда я понимаю, как бизнес стал оккупаться, если чтобы научиться кататься на лошади, нужно тратить всю жизнь. Вы сразу предупреждаете об этом? Да. Потому что это очень интересно на самом деле. Это партнерство. Это не просто как ты пришел в фитнес-зал, позанимался, все. Тут как бы больше отдаешь свою душу. И научившись ездить на одной лошади, ты можешь сесть и вообще не понять, что здесь делать с другой лошадью. Да, это абсолютно разные могут быть лошади. И разный подход к ним нужен. И в этом есть интерес. И на одной лошади ты можешь просто научиться ездить, на другой ты можешь научиться прыгать, на третьей ты можешь научиться выездке, а потом снова вернуться к... В общем, это очень занимательный процесс, который дает возможность заниматься лошадьми вообще всю жизнь и изучать что-то новое. Очень много направлений, очень много лошадей, которые учат нас. А вы разрешаете своим ученикам, если вы считаете, что они уже стали достаточно опытными, развивать на лошадях высокую скорость? Многие говорят о том, что это одно из самых прекрасных ощущений, когда ты уже научился кататься на лошади. Это не аккуратная такая пешая прогулка, а пух, вихрем промчаться по лесам, по полям. Да, конечно. Это также необходимо всадникам, которые у нас занимаются, и те, кто достигает определенного опыта. Мы выезжаем на прогулки в поля, где лошади развивают максимальную скорость, при этом всадник, опять-таки, он учится. Он учится держаться на лошади, он учится ее останавливать, он учится с ней опять договариваться, потому что лошади в полях, как правило, ведут себя иначе, чем в манеже. У них появляется азарт, адреналин, и не все лошади готовы и хотят остановиться сразу по требованию всадника. И всадник учится этому контакту в полевых условиях, что дает ему больше уверенности именно в манеже уже при дальнейших занятиях. А это вообще опасно? Ну или не опаснее еще любой другой вид спорта, главное с головой и с пониманием подходить? Ну, я думаю, что больше второй вариант, потому что, как я уже говорила, в любом случае риск есть, потому что это лошадь, и опять-таки на большой скорости все равно может она и поскользнуться, и провалиться. То есть тут всадник уже должен иметь определенный опыт, чтобы и лошадь поднять, и себя перенести в правильный центр тяжести. Да, научившись сидеть в седле хорошо, можно избежать многих травм или каких-то падений. Но это все происходит с опытом, с наработкой. Ну, тут понятно, да, нужно время, нужно понимание, и нужно желание, я думаю, еще очень большое. Скажите, вы участвуете или ваши ученики в каких-либо соревнованиях? Наши кольские кони, если позволите так выразиться, уже себе успели как-то показать или хорошо зарекомендовать на общероссийской или мировой арене? На общероссийской или мировой мы не успели. Не знаю даже, сможем ли мы это в будущем, но в местных соревнованиях мы принимаем участие, и я, и мои ученики. И, возможно, в будущем совместно с другими конюшнями мы сможем пригласить профессиональных судей, которые смогут уже провести квалифицированные соревнования. Самая большая сложность в том, чтобы выйти на, например, общероссийский уровень, это именно транспортировка? Тебе нужно со своим питомцем приехать? Или есть еще какие-то другие? У нас есть коневоз, у нас это не будет являться проблемой. Это сложность подготовки лошади и всадника. Опять-таки, мы говорили очень много о том, что нужно готовить всадников, но также очень много времени нужно уделить тому, чтобы подготовить саму лошадь. То есть лошади тоже должны проходить обучение, тренинг специальный, чтобы быть в форме и понимать правильно сигналы всадника. В любом случае, вы сегодня рассказали какие-то совершенно невероятные вещи. Очень приятно осознавать, что такое для нас достаточно экзотическое направление, так, я считаю, уверенными темпами развивается и набирает обороты. Естественно, и после нашего с вами эфира наверняка еще большее количество людей тоже захочет испытать свои силы или хотя бы попробовать это в качестве одного из видов зимних и летних развлечений, как вы описали. А вас мы благодарим за визит. Было очень приятно пообщаться, но время открытой студии подошло к концу. Поэтому спасибо большое и до новых встреч. Спасибо, всего доброго. До свидания. До свидания. Открытие студии. Открытие студии. Продолжение следует...